Всем привет! Мы продолжаем видео уроки по программе Adobe Flash Pro, и это третий завершающий урок по скелетной анимации. Первые два урока вы можете посмотреть, кликнув на аннотации на экране или пройти по ссылкам в описании. Итак, давайте начнем. Первое, что вам нужно сделать, это выделить нашего героя, у которого есть скелет, и нажать кнопку F8. Тем самым мы сделаем из нашего героя символ, фрагмент ролика, который мы можем переместить на новую сцену, не потеряв наш скелет, нашего героя, и уже там анимировать его. Чтобы не сбить в пропорции, надо использовать Shift, когда мы изменяем размер. Краткая фония, это у нас градиент, который имитирует небо, солнце, это фрагмент ролика с свечением, а крышу я сделал из обычных иглор. Я думаю, тут ничего не будет сложного для вас, вы можете нарисовать свою крышу, самое главное, нам сделать анимацию героя. Чтобы сделать анимацию, надо войти в героя, для этого увеличиваем размер нашей сцены и заходим в нашего героя двойным кликом мыши. Теперь нужно упорядочить наши руки. Для этого переднюю руку мы выделяем полностью, все три части, и упорядочиваем вперед, а заднюю руку упорядочиваем назад. Это мы делаем, потому что герои у нас плоские, и руки должны быть как у солдата по швам, то есть они никак не могут оказаться по центру персонажей или между ног. Так, давайте начнем делать какую-нибудь анимацию, допустим, начнем мы с моей любимой, это анимация бега. Более подробные уроки про движение сложных персонажей можете найти у меня на канале, но сейчас давайте расставим ноги руки. Допустим, нога переднего плана у нас будет обращена назад, а нога заднего плана будет делать выпад вперед. Значит, мы должны теперь руки расставить в обратном порядке. Но так как стилет у меня более узконаправлен был, он был не для бега, а для обычных движений, то мы должны выставить для плечевых костей больше градусов. Итак, давайте разберемся с положением рук и ног. Если нога переднего плана делает выпад назад, то рука переднего плана делает взмах вперед. Если нога заднего плана делает выпад вперед, то рука заднего плана делает взмах назад. Я думаю, тут все понятно, вы также бегаете, и вам не сложно будет это все представить. Теперь выходим из символа и выделяем нашего героя и перемещаем его в положение так, чтобы он стоял на крыше. Теперь обратно заходим в наш символ и кнопкой F5 продлеваем нашу анимацию до 30 кадров. Потом мы жмем кнопку F6 и делаем ключевой кадр. Передвигаем нашего героя стрелками, который находится на клавиатуре. Можно передвигать мышкой, но получаются какие-то баги, потому что даже если стрелками перемещать, то вы можете заметить, что у нас съехало бедро. Для этого выделяем его мышкой и перемещаем. Вообще во флэше какая-то не очень хорошо сделана анимация костей, поэтому приходится мучиться с такими косяками. Ну, по крайней мере они поправили. Итого у нас герой из одной точки перемещается в другую. Но этого мало, чтобы сделать имитацию бега, надо сделать еще несколько ключевых точек. Допустим, между 30 кадрами мы сделаем новую ключевую точку, нажав кнопку F6. И делаем положение рук и ног прямо противоположное, чем было до этого. Видео уроки с анимацией более сложных персонажей, я про это подробно все рассказал уже. Так, сделали и давайте посмотрим, что у нас получается. Пока он, конечно, просто, так сказать, шершит ногами, потому что нам надо сделать еще ключевые точки. Допустим, вот здесь. Смотрим на героя. Нога переднего плана. Хочет перееденуться вперед. Для этого мы ее сгибаем в колени. А эта нога должна простилаться по нашей крыше. Так, здесь мы делаем в обратном порядке. Нога переднего плана у нас должна простилаться. А нога заднего плана сгибается в колени. Когда вы поймете всю эту структуру движения рук и ног, вам будет очень просто. Так, немножко надо изменить градус у стопы, потому что она должна ровно простилаться. По крыше, так, но уже более-менее. Конечно, стопы у него слишком большие, они выглядят как ласты. Вы можете их чуточку уменьшить потом, но это не важно сейчас. Теперь мы должны вернуться к последнему кадру нашей этой части анимации и сделать положение героя таким, чтобы он сделал прыжок с нашего козаика крыши на другую часть локации. Для этого выделяем героя, перемещаем его. По необходимости меняем градус наших костей, если герой у вас получился скованным. Самое главное тут соблюдать какие-нибудь физические свойства персонажа. Также физику тел, то, что есть какая-нибудь, не знаю, там, сила тяжести, сила трения и прочее, короче. Анимация это такая вещь, что у вас должно быть очень хорошее воображение. Иначе вы не сможете анимирует так героя, чтобы зритель поверил в происходящее на сцене. Вот у нас, допустим, есть первое положение героя. Теперь надо несколько кадров выделить. Так, извиняюсь, сейчас возьму чуть поменьше кадров, отменю действие. Так. Возьмем несколько кадров и сделаем теперь присед герою. Потому что, чтобы оттолкнуться, надо занять какое-то действие и делать антидействие. То есть, если герой хочет прыгнуть, он должен сначала присесть. Если вы делаете приседания, то не получится так, что вы на это сожмете героя, он присядет. Вам нужно сначала выделить героя, а потом просто согнуть ему ноги. Так. Я думаю, положение готово. Немножко герой сделан. Теперь следующее положение. Это уже герой вылетел со своей стартовой площадки. Так, блин. Детали двигать нельзя. Надо активировать скелет. А это сделать очень сложно бывает. Вот он появился. Теперь делаем герою выпад. Для этого ноги упрямляем. Руки из положения назад теперь должны вырваться вперед. Сейчас мы это и сделаем. Опять перемещаем нашего героя. Делаем позу Я Супермен. Но у нас с двумя руками герой вырвался на свободу. Так. Постоянно следите за мелочами. Типа положение головы. Все эти маленькие детали. Они будут радовать глаз зрителя. Я, конечно, это... Не заставляю вас делать именно такую анимацию. Можете сделать свою анимацию. Самое главное, чтобы вы научились чувствовать героя. То, что... У него есть... Ну, он должен быть живым для зрителя. Это у меня черновая анимация. Если вы хотите сделать более детальную, более реалистичную анимацию, вы должны потратить, не знаю, там, полчаса, а то и больше. А урок у меня короткий должен получиться. Поэтому я очень быстро делаю. Так. Вот что у нас получилось. Видите? Герой бежит и отправляется в полет. Но тут есть такой косяк, то что перед прыжком он проскальзывает. Поэтому мы должны вернуться назад. И посмотреть, что у нас здесь творится. Вот здесь он просто проскальзывает. Так как мы не делали тест-рендер, то мы этот момент не заметили. И здесь, между положением этих двух частей, мы должны сделать промежуточный, где что-нибудь исправить. Теперь, в положении, когда он прыгает, я местами поменяю ноги. Потому что здесь, я нажав F6, делаю ключевой кадр. И надо иметь по бокам одинаковое положение ног, чтобы между ними сделать положение ног противоположное. И рук тоже. Сейчас вы посмотрите, что у нас получилось. Немножко надо замедлить скорость. Нажимаем F5 на этих кадрах, чтобы сделать больше кадров и медленнее движения. Герой семенит ногами, перед тем, как прыгнуть. Так. Здесь мы можем немножко сделать на другое положение ног. Ну, короче, это не так важно, потому что анимация и так слишком быстрая, и зритель там может не заметить каких-нибудь косяков, на то, что мы добавили несколько кадров. Ну, теперь давайте продолжим нашу анимацию. Теперь надо создать еще ключевой кадр, нажав кнопку F6 здесь, и переместить героя дальше. Вы можете вращать героя, тем самым придать ему более живость в анимации. Также не забывайте двигать руками и ногами. Так. Здесь положение. Когда герой у нас прыгнул, первое, что ему нужно, как кошка, прыгнуть, ну, точнее, приземлиться на ноги. Поэтому он делает выпад ног вперед. Вот так. Дальше. Теперь надо создать еще один ключевой кадр, и герой уже приземляется. Для этого делаем положение героя на крыше, и сменяем ему позу. Так. Руки он сдвинул вперед, как вас учили на уроках физической культуры, в прыжках в длину. Руки сначала были сзади, когда герой прыгал. Вы это заметили. Потом, во время прыжка, они устремляются вперед, но вот сейчас они еще сзади, и только в момент, когда герой приземлится окончательно, они вырвутся вперед, тем самым, можно сказать, сгасив какую-то скорость героя. Ну, конечно же, вся сила падения упала на ноги. Здесь вы должны каким-то образом согнуть ноги так, чтобы он уже в коленях приземлился. Все делайте на глаз, потому что нет, я думаю, вообще не знаю, есть ли такой учебник по анимации, в котором рассказывается, как правильно анимируют персонажа при падении, или что-нибудь такое. Я знаю, что диснеевские мультики рисовали вообще, допустим, актриса стоит на сцене, пьет там чай, и аниматоры сидят и перерисовывают каждое движение. У вас же нет комнатного ниндзя, который будет прыгать у вас со шкафа, поэтому все придумайте сами. Вот, герой приземлился, руки он направил вперед, чтобы сгасить таким образом, ну, сделал рывок, только кулаками и выпустил всю мощь. Ноги у него в положении присед. Также можно поиграть с головой, то, что когда он приземлился, она опущена, а когда уже последняя часть его приземления, то она уже поднимается вверх. Также смотрите то, что когда герой амортизируется, блин, а землю, то мы сделали побольше кадров, то есть ему надо какое-то время, чтобы отпружиниться вперед. Так. Теперь, герой должен скачать и опять побежать, наверное. Так. Сейчас надо будем выделить весь скелет, поднять героя и только потом уже опустить ноги вниз, потому что, как вы уже знаете, нельзя героя, это, при помощи мышки, нельзя героя вот так взять и поднять там или расплющить на землю. Тут давайте сделаем положение и героя, то, что он выпрямился. Некоторые положения придется потом еще дорабатывать, даже когда анимация уже пройдет, потому что не все сразу можно заметить. Так. Герой прыгает и пытается сейчас побежать. Теперь, так, несколько кадров можно удалить, чтобы побыстрее он поднялся. Теперь делаем анимацию движения. Меняем положение ног и рук. Так, дальше. Теперь перемещаем его, потому что вот у нас первая позиция, вот вторая. Герой слишком быстро выпрямился, потом я, наверное, это исправлю. Так, теперь давайте перейдем к герою в конец сцены. Это будет заключительный кадр уже. Здесь мы увидим то, что у нас у героя немножко опять съехало бедро. Почему-то именно это бедро всегда сбегает, я не знаю. Так, и делаем противоположные движения. Анимация бега вообще всегда самая легкая, потому что просто надо перемещать положение части тела в обратную сторону между кадрами. Так, смотрим здесь. Если вы видите какие-то косяки, то вы можете их исправить. Добавить новые ключевые кадры. Допустим, вот здесь поднято. А эта нога проскальзывает у нас, делает опору на землю. А тут геннадцать колени. Так, здесь вот такое у нас будет положение. И все. Так, посмотрим. герой слишком быстро выпрямился, как я уже говорил, поэтому нам надо его немножко опустить. Для этого полностью выделяем и делаем ему наклон, потому что когда вы бежите, вы больше корпус направляете вперед. А если вы только что спрыгнули с супер-высокой крыши, то я думаю у вас нет желания бежать прямо. вот под конец он опять поднял спину и мы это тоже должны исправить. Так. И в последнем кадре тоже надо из прямого положения сделать нагнутые. Ну и здесь тоже по желанию. Так, посмотрим. Вот такая у нас получилась анимация. Так, теперь мы должны убрать наши кружки. Для этого заходим в любой из них и делаем прозрачность один. Цвет мы выбрали допустим белый. И теперь без них он. Далее вы можете подкорректировать еще лучше вашу анимацию, потому что это черновой вариант, сделанный специально для видеоурока, чтобы быстро показать вам, как вообще анимировать скелет. Плюс на замете то, что у нас анимация проходит в фрагменте ролика главного героя, а на рабочей области у нас только один кадр. Поэтому мы должны зайти в мовиклип героя и посмотреть сколько там кадров. Допустим 185 кадров и столько же кадров продлить нашу основную сцену, иначе рендер будет длиться один кадр. вы можете посмотреть еще раз все положения нашего героя, если вы делаете подобную анимацию. Я поработал еще минут 10 над этим роликом и сделал какой финальный результат, который сейчас покажу. О некоторых эффектах мы поговорим в следующих уроках. Если вам что-то оказалось неясно непонятно, вы можете всегда спросить в комментариях и я отвечу. подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Пока.